Приветствую дорогие подписчики, а также гости канала, с вами Фибоначчи и добро пожаловать на прохождение игры Life is Strange True Colors. Это вторая часть игры, но она никак не связана с первой. Первая часть была очень популярная и вообще это одна из, можно сказать, первых игр в жанре интерактивного кино. Мне эти игры в последнее время прям очень заходят, поэтому я без сомнения сразу же приобрел себе данную игру и, собственно, буду ее полностью проходить. Первую часть я не играл, потому что мне не понравилось то, что там 5 разных историй, никак не связанных с собой, то есть 5 разных сюжетов. Так вот здесь у нас будет один сюжет, ничего не будет никак разделяться и так далее. Ну, давайте потихонечку начинать, знакомиться с персонажами, знакомиться с игрой. Итак, Алекс, этот день наконец настал. Ты провела в интернате рукопомощи 8 лет, мы многое пережили за эти годы. Это верно. И теперь ты уезжаешь жить к своему брату? Да, Гейбу. Здесь написано, что он живет в Хейвен Спрингсе, штат Колорадо, верно? Это серьезный шаг. Чем ты собираешься заниматься? Пойдешь учиться или работать? Брат сказал, что я смогу иногда подменять его в баре, в котором он работает. Значит, ты будешь работать с людьми. Скорее всего. А твой брат знает о твоих проблемах? Это официальный вопрос заключительной беседы, доктор Лин? Алекс, я переживаю за тебя. Ты же знаешь, после всего, что произошло... Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Он не знает. Когда я уеду отсюда, об этом больше никто не узнает. Я буду обычной девушкой в обычном городе. Глава 1. Сторона А. Гейб сказал, что будет ждать у моста. Скорей бы его увидеть. Так, теперь мы можем походить немножко. Видео мальца подтормаживает. Пока причина не ясна. Но игра только сегодня вышла. Она как вышла, так я ее установил. Быстро ходить я не могу. Если видео будет тормозить, тормозить, я не знаю. Я попробую, может быть, графику. У меня стоит на ультра настройках. Но, может быть... Смотрите, какая красота. Какая красота. Горы. Да любой бы сюда уехал. Так, можно чуть побыстрее идти. Возможно, да. Будут какие-то, может быть, баги, недочеты. Но, надеюсь, это не испортит общего впечатления от игры. Нажмите пробел, чтобы пропустить момент умиротворения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как полагается приветствовать сестру, с которой не виделся целых восемь лет Обнять Давай, обнимемся, если хочешь Ломать сестре ребра, это тоже так полагается Я так рад видеть тебя Просто не верится, что ты приехала Придется поверить Она стала такой взрослой А я все пропустил Я выросла, да? Да уж Совсем взрослая Ну что, готова посмотреть город? Конечно Еще бы, давай жги Не знаю, почему я это сказала Я тоже, но твой энтузиазм мне нравится Ладно, кстати, черный фонарь недалеко отсюда Я ведь уже говорил, что живу прямо над баром, да? Это здорово Как доехала? Устала, наверное Не, все нормально Поездка через горы была потрясающей Эленор, смотрите, Алекс приехала Алекс, познакомься, это Эленор Лити, хозяйка цветочного магазина и настоящая королева Хейвен Спрингса Как приятно наконец-то познакомиться с тобой Добро пожаловать Мы так рады, что ты приехала, Алекс Гейб очень много тебе рассказывал Я тоже очень рада Похоже, она очень милая Да, она классная Правда, ужасно любит всех обнимать Да, уж я заметила Добро пожаловать в Хейвен Спрингс Тут здорово Идем Первый пункт нашей программы? Именно Если войдешь туда вместе со мной, сможешь посмотреть редкое представление Гейб Чейн покупает цветы своей обидевшейся девушке Ооо, жду не дождусь Отзывы на него так себе Привет, Гейб Рейли, познакомься, это Алекс Моя сестра В чем твоя самая большая слабость? Ээээ, что? Это для собеседования в колледже Мы обсуждаем этот вопрос уже несколько дней Гейб настаивает, чтобы я ответила честно Всегда лучше отвечать честно А какие еще варианты? Соврать? Ну, не соврать Так, придумать что-нибудь правдоподобное Например, я слишком много работаю Или я слишком часто спасаю бездомных щенков Они сразу поймут, что это бред Я пытаюсь ей это втолковать А ты бы как поступила? Схитрила бы Я бы схитрила На одной правде далеко не уедешь Слышал, Гейб? Ты в меньшинстве Я не сдамся Рано или поздно мы его переубедим Алекс, помоги мне по-быстрому Что мне купить Шарлотте? Она обожает подсолнухи Но я читал в интернете, что для извинения лучше всего подходят ландыши А ты как думаешь? А что ты натворил? А за что ты собираешься извиняться? На этот раз? Наверное, за сиденье унитаза? Подсолнухи Подари подсолнухи, раз Шарлотт их любит Ты прямо мысли мои читаешь Знаешь, если бы Мак дарил мне цветы, хотя бы в половину так же часто Он не был бы Маком Вы до сих пор сходитесь-расходитесь? Вроде того, сейчас мы и вместе, но кто знает, что будет завтра Запишешь там мой счет? Да А ты точно не хочешь рассказать Маку про собеседование? Нет, пока нет Я сама справлюсь Ладно, дело твое Если ты готова, можем идти Тогда пойдем Раз уж здесь можно осмотреться перед уходом Она, в общем, как я понял, умеет... Я знаю, что у нее какие-то есть способности Она умеет то ли мысли читать Неприметный атрибут любого заколдованного сада Идея Букет цветов, что угодно, делает симпатичнее Этот гном много повидал на своем веку Популярность микродомов набирает обороты Я, конечно, не всегда буду успевать читать комментарии Иногда они прям очень-очень быстро О, интересно, кто они? Милые, правда? Да Это твои дедушка с бабушкой? Нет Но они нам были как родные Алластер и Ава Мерфи Бабушка купила у них этот дом, когда меня еще не было на свете Тул? Посесть можно? Райли, посмотреть Надеюсь, мой совет не пустит ее жить под откос Да нет, все будет хорошо Так, что-то как-то, наверное Сейчас я настройки немножко подкорректирую Вот Вроде все Я просто смотрю, у меня наблюдается пропуск кадров Хотя он и так наблюдается О, еще хуже стало Подождите, не Вот эта полоска, вот Я ее тоже видел Ну-ка Это значит не пропуск кадров Я просто поставил 60 кадров Сейчас поставил вообще неограниченно Вот неограниченно, не видно полоску Ставишь 60 кадров, полоска видна Ну че? Когда я буду готова, можем двигаться дальше? Мне тут что-то найти, что ли, надо? Татуэтку мы посмотрели Ландыши смотрели Надеюсь, Шарлотте понравится поцелнухе Домики для птиц тоже оглядели Гнома Лейку А, выход Я готова Спасибо, до скорого, Рал Да, я не знаю, как от этой полоски избавиться Вы с Шарлоттой давно встречаетесь? Ну, года три Ты, наверное, тратишь уйму денег на цветы Она того стоит Осторожней, ветер крепчает Да, все нормально Ну что, мы на месте Погоди-ка Ух ты Полезная информация Тайфон майнинг Взрывные работы Автоматизированные взрывные работы Дата воскресенья, 28 апреля 2019 года Время 21.00 Перед детонацией в области взрыва Прозвучит предупреждающий сигнал Вход в зону детонации воспрещен Ммм, какие-то взрывные работы Там вот, тут можно вот цветочный горшок глянуть Ну, ага, тут, значит, не бесшовный мир, да? Я через бордюр не могу переступить Какие красивые Спасибо Я их все сам сплел Ух ты Да тебе можно открывать свое дело Тут дело не в деньгах, Алекс Это что, он меня оттуда так говорил? Ладно Проехали Местный пчеловод побил рекорд штата По общему количеству пчел Тоже мне новость Так, ну чё? Эй, не придирайся У тебя вот сколько пчел? Нисколько Насколько мне известно Ни одной Чё? Могу спросить про Гейба Этот магазин обанкротился бы Могу поспорить Без Гейба Этот магазин бы обанкротился бы Так Чё мы делаем? Мы пришли А, посмотреть, говорить Гейб Чейн Доставка цветов Да я знаю Подожди меня, ладно Я на минутку Всё улажу и вернусь А познакомлю вас попозже Когда, ну Попозже Всё в порядке, правда? Он там не на минутку Поверь мне О, привет Гейб твоё брат, да? Я Итан Шарлотта моя мама Привет, Итан А я Алекс Что читаешь? Девятого стража Она уже нашла Скиптер безмятежности? Она его ищет Но, по-моему Без браслета исчезновения Ей до него Не добраться Когда я была маленькой Мне ужасно Хотелось стать невидимой Я до сих пор Иногда И до сих пор Иногда хочется Невидимкам Всё сходит с рук Их никто не сможет остановить Если тебе нравятся комиксы Я могу показать тебе свой Как здорово Покажи Можешь оставить себе Если хочешь У меня их много Хочу продать их в музыкальном магазине Итан Это потрясающе Я хочу его прочитать Ты собираешься в поход? А ты знаешь шахты? Я знаю, что они есть В горах полно старых туннелей По-моему, я нашёл вход в один из них Вообще-то я мало что знаю о старых шахтах Но думаю, я бы напугалась там до смерти А я люблю иногда там ползать Так, немножко О, зря я это сказал Знаю, мы только что познакомились Ну, будь осторожен, ладно? Не переживай за меня Правда Загляну-ка я в тот музыкальный магазин Рада была познакомиться, Итан Ничего себе И это место напоминает мне магазин В который мы с Гейбом входили в детстве Он тогда работал на мойке И неделями откладывал деньги С мизерной зарплаты Чтобы купить нам что-нибудь Странное ощущение Спустя столько лет Я снова жду старшего брата В музыкальном магазине Только на этот раз Пластинку покупаю я Да ладно О, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Жители Хевен Спрингса, с вами была группа The Wednesday с песней Bomb Squad, а теперь особая песня от одной девушки. Извини, но магазин, как ни странно, закрыт. Хоть и двери открыты. Райан, погоди, ты Аликс? Да. Вот это да. Гейб только и говорит, что о твоем приезде сих пор как целую вечность. Я Райан. Привет, Райан. Рада познакомиться. Значит, ты к нам аж из самого Портленда? Как тебе Хевен Спрингс? О, мне здесь нравится. Здесь так много интересного, например, этот магазин, он просто чудо. Не ожидала увидеть здесь нечто подобное. Да, это одна из наших достопримечательностей. Значит, магазин закрыт, и его открыли специально для тебя? Ты, должно быть, выбираешь что-то очень важное. Ну, да, можно и так сказать. Правочник охотника по голосам самых распространенных птиц? Ух ты, это... Совсем не то, что я ожидала увидеть. Об этой записи мало кто знает, но управление национальных парков очень высоко ее ценит. Значит, ты... Смотритель парка штата Колорадо. Все понятно. Жалко, что магазин закрыт. Я хотела поискать подарок Гейбу. Ладно, придумаю что-нибудь другое. Я даже не знаю, слушает ли он еще пластинки. А как же? Шарлотта подарила ему на день рождения проигрыватель. Я точно помню, он просил что-то отложить. Ты же вроде не здесь работаешь. Стеф не станет возражать. Это будет самая легкая продажа в ее жизни. Если только я найду список заказов. Черт. Я же помню, что где-то видел его. Помоги? А? Ну, ладно. Откуда лучше всего начать? Понятия не имею. Стэф вечно раскидывает вещи по всему магазину. Так. О, тап. Телефон можно глянуть. Так. Кейб. 28-го. Ты была права насчет подсонухов. Думаю, я еще не раз скажу тебе это. Фотку скинул. Уже иду. Автобус только что подъехал. Так. А если всю переписку почитать? Алекс. А это кто? Охренеть. Алекс Чейн. Извините. А вы кто? Гейб. Это что, шутка? Нет, конечно, дурочка. Позвони мне немедленно. Привет. Вчера было так здорово, посидели. Давай потом еще поболтаем. Да, конечно. Как прошли выходные? Отлично. Мы с Шарлоттой и Итаном ходили в поход. Получили море удовольствия. А у тебя? Наконец-то послушала новый альбом Paint Tinner Coffee. Это просто потрясающе. ПТС классные. Видела их вживую? Еще нет. Но обязательно схожу, как только смогу. Привет. Как дела? Уже... А, погодите. Это за сколько лет-то? А, нет. 19-й год. Февраль. Февраль, февраль, февраль. Алекс, прости, что не ответил. У меня тут просто сумасшедший дом. Как ты? Сейчас все очень странно. Пытаюсь разобраться. Помощь нужна? Да нет. Спасибо. Алекс... Видите, тоже... У них тоже Т9, в общем. Алекс, ты хотела... Ну, не Т9, а в общем, ошибаюсь. Хотела бы жить в Haven Springs. Haven Springs. Терт. Терт. Ты не аллео, ты не аллео, ты не аллео. Автозамена. Лол, дурацкий телефон. А, ну да, Т9. Алло, ты спишь? Лол, привет. Ты выпил, что ли? Нет, это мое естественное состояние. Отвечай на вопрос. Иди спать. Ох, черт. Я писал тебе пьяный. Но сейчас я трезв. А предложение остается в силе. В Haven Springs очень здорово. Эй, ты куда пропала? Несколько дней уже молчишь. Ты в порядке? Алекс, пожалуйста, позвони, когда получишь это сообщение. Как жизнь? Это спустя... А, нет. Ну да, через неделю потом написал. Все норм. Пока тут дерьмово. Но бывало и хуже. Если что понадобится, пиши. Хорошо. Просто не верится, что ты приедешь. Ура. То есть они уже там созвонились. Мне тоже еще раз спасибо за билет. Ты мой спаситель. Не за что. Мы тебя очень ждем. Сегодня великий день. Тебе что-нибудь нужно? Нет, ничего. У меня не так уж много вещей. Ты же знаешь. Привет. Я буду где-то через час. Я уже тебя жду. Автобус только что подъехал. Уже иду. А когда она успела ему ответить? Никогда. Кстати, я пригласил тебя в нашу группу в мой район. Загляни туда, когда сможешь. Круто. Спасибо. Спасибо. Погодите. А мы что, все? А что еще есть на телефоне? А вроде бы еще ничего нет. А, погодите. Можно позвонить Гейбу. Вот еще смски. Доктор Лина. Она что хочет. Удачи в новой главе твоей жизни. Не забывай. Если я тебе понадоблюсь, ты знаешь где меня найти. Абонент заблокирован. Вы больше не будете получать сообщения с этого номера. Так, что тут еще есть? Назад только эскейпим. Челси. О, ну все перевели. Я не знаю, кто такая или такой Челси. Я знаю, какой футбольный клуб. Я тоже. Не давай никому собой командовать. Ладно? Ты чертовски крутая. Последние пару лет мне пришлось не сладко. Но я очень рада, что мы встретились. И я. 28-го. Подождите. Это. 28-го. 04-го. Это не сегодня ли было? Небольшой у нее список. Почему дата на телефоне не показана? Так. Давайте смотреть. Девятый страж. Герой межгалактической войны за мир и верный друг одиноких детей. Окей, Стеф. Посмотрим, что ты слушаешь, Стеф. Тоска объявлений. Какой маленький городок. Летний фестиваль Red Rock. Летние розыгрыши от какой-то компании. Не пропустите. Семейные портреты и другие работы на заказ. Шарлотта Харман. Весенняя уборка. Пора прочистить трубы. Профессиональная чистка труб. Звоните. Радиостанция. Я готова сидеть тут часами. А может я так и сделаю. Она значит у нас очень любит музыку. О, кисха. Минуточку. Это же список заказов. Переместить, посмотреть, спугнуть. Так, а если аккуратно переместить? Подождите, а что тут еще есть? Книги. В школе я писала сочинения по Дженейр. Вот бы наконец собраться и прочитать ее. Работа по дому. Отличный способ научиться брать на себя ответственность, Алекс. 31.03. Приколоться над Дэнни. 5.04. Помыть полы. 8.04. Новые поступления. 10. Обновить доску. 12. Помыть полы. 17. Обсудить заказ. 19. Помыть полы. Раз в неделю мыть полы. 20. Украшение для праздника. И 26. Помыть полы. Раз уж она себе такие делает напоминания, значит она забывает раз в неделю мыть полы. Похоже в Колорадо в чести альтернатива. 20. 20. 21. 24. 21. 23. 24. 24. 25. 24. валькирия отличное имя для кошки может покушать хочешь киса пугнуть посмотреть так переместить не бойся я просто хочу да шучу шучу удивительно как тебе удалось выбраться оттуда сохранив себе руки она и прям сидит на списке заказов можно попробовать выманить ее оттуда игрушкой вот только для начала надо игру эту игрушку найти поможешь а я вам туда могу заходить до шкаф заказов пластинка гейпа должна быть тут но какая из них так даже пройти не даст хорошо игрушка 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 из-за этой записки мне еще больше хочется ее потрогать стив дотронься и умри поющая птичка кларнет в эти трудные времена миру не помешает побольше рока со вставками соло на кларнете пьющая птичка вечный двигатель даже смотреть утомительно мы с гейбом в детстве мечтали записывать демо так и не собрались так ну куда нам это какой-нибудь мячик должен быть где-то на полу в углу валяется небось игрушка 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 да ты чё в одном месте ты ищешь я уже весь магазин обошел о листов какой-то вот в этой радио викторине я бы поучаствовала розыгрыш привет из прошлого угадай старый хит и в игры плазменный телевизор спонсор розыгрыша тайфон майнинг наверное там она все же не поучаствовала а выиграла бы до сказала потому что я не успел дочитать выдумываю на ходу листовка про шахту вон ты мне не указ позвони своим представителям совете голосуйте против мэры 39 haven springs текущее место разработки потенциальные места разработки компания защищает личные интересы руки проще от наших гор чукать листовка стоять на сцене перед толпой незнакомых людей вот для настоящий кошмар куда там всяким насекомым так найти игрушку найти игрушку а если но спугнуть я думаю тоже и не получится валькирия где твоя игрушка тут садиться можно пока я ничего не могу делать так это чё за чё за спам рекламы у меня тут орлота харман огромное спасибо всем кто помогал нам в день дока теперь наши детки еще год смогут не бояться за нос что делать если рука приклеилась к чучело на супер клей подождите а как этим управлять найти список заказов запрать список заказов у кошки помочь району найти игрушку для кошки блин да этот район бесполезный где ты ищешь как мета пройти похоже району нужна помощь с поиском игрушки а помочь вот так надо из нажать блин ну что нашел игрушку нет пока какие будут предложения как думаешь что гейб в последнее время слушает тап степ на банджо мне кажется ему нравится электронная музыка на акустических инструментах тебе не кажется что это а тебе не кажется что звучит классно ладно убедила что ж если только один способ вывести есть есть только один способ вы есть выяснить и давай поищем игрушку выдвижной ящик пожалуйста пусть игрушка будет здесь это неопределенность меня убивает может вон там в ящике это могут быть лучшие хиты селиндион ты имеешь ввиду сборник за essential она настоящая канадское сокровище ничего надо же ни одной наклейки по моему игрушка вполне может быть здесь а если он слушает исключительно погоди тех кто косит под smash тогда у меня больше не брат блин кассовый аппарат отличное место для хранения игрушек можешь посмотреть к самому параде а вдруг вдруг там три часа импровизации на джазовой флейте под это он обычно пишет разгромные рецензии на фильмы до подтягивая американо за 50 баксов вы тут ее тоже нет кошачья недвижимость класса люкс а в коробке с хламом смотрел и у нас есть победитель хорошая догадка будьте осторожны если я паду смертью храбрых от кошачьих котей извинись за меня перед гейбом выманить ха кто теперь у нас венец природы молодец отличная мысль спасибо для лесного жителя я вполне неплохо справляюсь с обслуживанием клиентов так у это имя заказ дата заказа получения гейп чень тени блю бот 28 0 2 18 3 дождите там в прошлый раз брал а сейчас он себе заказал kings of leo мне следовало догадаться погоди серьезно раньше мы с гейпом постоянно слушали вместе пластинки забывали обо всем и колбасились по несколько часов подряд расскажи каким гейп был в детстве дай мне какой-нибудь козырь в руки полным придурком он пытался прикидываться крутым но вел себя как полный придурок как-то раз он решил изобразить кто прыгает со сцены как прыгать со сцены в толпу и свалился с кровати вывихнул лодыжку это было забавно здорово что ты приехала теперь мы знаем чем подкалывать гейба с тебя ровно 20 долларов ни за что поверить не могу что ты опять взялся за старое нет только не это ты хоть представляешь сколько времени я на это угробила ты просто нет приятель никуда я не пойду я вообще-то на работе знаешь что значит на работе может быть ты я могу подменить а студии если тебе куда-то нужно погоди минутку ты серьезно у тебя же есть подпорка песен ты мой спаситель только смотри у меня никаких птичьих голосов я скоро буду организация игры не должна быть такой сложной ты в порядке да спасибо она что-то сказала про организацию игры да степ не только диджей она еще и королева местных ролевиков похоже в ее королевстве что-то неладно так и знал что найду тебя здесь помирился с шарлотой благодаря тебе мне не терпится вас познакомить думаю вы с ней подружитесь кстати о дружбе чем занимаются два моих самых близких человека в моем любимом магазине болтаем о птицах да так болтаем о птичьих голосах записанных на пластинке этот чувак обожает своих птичек есть такое ты ведь знаешь что мы пытаемся удержать ее в хэйвен спрингс я рад что вы познакомились этот парень не только мой лучший друг но и лучший экскурсовод по хэйвен спрингсу а этот парень угостит меня лучшим пивом эй кстати сюда недавно заходил маг он очень хотел с тобой поговорить он знает где меня найти скоро начнется моя смена пойдем доставишь нам компанию я вас догоню мне тут передачи на радио надо привести пойду поздороваюсь тима ты не против нет конечно иди здоровый истребитель чудищ привет до игры осталась неделя готов еще бы молодца надо будет сообразить чего-нибудь перекусить дорогу до дэнвера будет не близкий а мы поедем со стеф посмотрим она мастер так что ей наверное надо будет выехать заранее а на сегодня у тебя какие планы мама говорит что я подождал в фонаре пока она не освободится а я это лучше бы дома посидел ты не против дело твое но учти уроки я вечером у тебя проверю и чтоб все было сделано усёк усёк рад был тебя видеть я тоже до скорого так непривычно видеть тебя в роли отца отца нет 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 я гораздо круче я папа в квадрате мы доверяем друг другу он рассказывает мне о том о чем никогда не рассказал бы шарлотте итан не сказал гейбу про старую шахту он доверил мне свой секрет промолчать или сдать его мне кажется надо рассказать потому что это опасно я наверное должна кое о чем теперь сказать выкладывай когда мы с цвета нам разговаривали он сказал что собирается в какую-то старую шахту ввел он себя так словно волновался не волноваться ни о чем но я подумал мало ли вот засранец надо скачь шарлотте подожди меня ладно ну все теперь это навлетит серьезно посмотрим спасибо что сказала мне об этом ты правильно поступила ну что давай наконец-то устроим что скажешь значит вот он как выглядит шахтерский городок мне почему-то представлялось что тут будет целая толпа парней в спецовках с закопченными лицами именно а что здесь добывают если серьезно когда-то давно серебро а сейчас уран дырявят горы взрывами и продают его атомным электростанциям ничё себе мы сегодня наверняка услышим взрыв бабах нет обычно очень громко надо полагать погляди-ка кто жает привет хочу тебя кое с кем познакомить алекс это мой приятель джет приятель черт побери нет вы только послушайте вообще-то я его босс боевладелец черного фонаря да уж и 12 лет как рад с тобой познакомиться алекс немного о тебе слышал исключительно гадости в основном вранье твой братец настоящий переплод ты в курсе он кстати чуть не обмочился от нетерпения пока ждал тебя чуть так это раз ему все же удалось держаться поздравляю кейп она мне нравится да она ничего мы идем внутрь ты с нами подальше приду через минутку хотел встретиться с эленор поговорить об украшения к празднику весны он тебе еще не рассказывал о празднике подробностях нет расскажу чуть позже а то он если начнет то его не остановить ну да я люблю поговорить черт возьми это разве плохо кстати хотел тебя предупредить маку опять вожжа под хвост попала да уж в общем это смотри в оба ладно ребята идите устраивайтесь алекс рад был познакомиться я тоже джет праздник весны это как выпускной только в горах не гораздо круче да ладно так и представляю себе какую-нибудь ритуальную шнягу вроде плеченного человека ну вот а говоришь не знаешь ничего как же блин быстро они болтают а ух ты Это все твое? А что тебя так удивляет? Тут очень здорово. Когда ты писал, что у тебя неплохая квартира, я такой ее себе и представляла. Маленькой, но уютной. Что ж, добро пожаловать в мой логомо. Нет, правда, здесь очень здорово. А самое главное, теперь это все твое. Я сейчас почти все время ночую у Шарлотты. Гейб, мне так здесь нравится. Вот и хорошо. Правда, я не знаю, что сказать. Ну, например, можно сказать спасибо. Или ты лучше всех. Или я назову своего первого и третьего ребенка Габриэлем. Или Габриэлой. Договорились. Ты разве еще на меня не нагляделся? Ты просто... Именно такая, какой я тебя и представлял. Да? А я выгляжу так, как ты ожидала? Честно говоря, я не ожидал увидеть тебя с бородой. А ты разве не знаешь? Когда переезжаешь в Колорадо, автоматом получаешь роскошную бороду, пафосное умение разбираться в сортах крафтового пива и Субару. Забавно. Что-то у меня ничего из этого не появилось. Не волнуйся, я костями лягу, но добуду у тебя стартовый комплект Колорадо. Вот и хорошо. Потому что у меня для тебя тоже есть кое-что. Подожди, что? Сюрприз. Погоди, это же... Это тот альбом, что я заказывал? Знаю, я молодец. Я собирался купить его для тебя, а я успела первый, так что вся слава моя. Господи, никак не могу к этому привыкнуть. Все стало почти как прежде. О, нет. Перестань. Не могу. Слишком поздно. Да, жги, братишка. Всю жизнь упражнялся. Твоя очередь. Ну ладно. Ты даже не сбилась, ритма. Ты даже не сбилась, ритма. Подожди, я на минутку. Да! Привет, Мак. Чем могу помочь? Что-то не так. Я читал сообщение на телефоне Райли. Я знаю, что вы встречались у меня за спиной. Мак, это не то, что ты думаешь. Хорошо бы. Потому что я думаю, что ты трахаешь мою девушку. Дружище, ты неправильно понял. Назови мне хоть одну причину не дать тебе по роже. Нет. Нет, 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 нет. Нет, только не здесь. Только не здесь. Поговори лучше со своей девушкой. Я к тебе обращаюсь. Держись. Держись. Мать твою. Мать твою. От нее подальше. От нее подальше. Алекс, стой. Не надо. Это Алекс. Гейб. Я... Я не... Все хорошо. Психопатка гребаная. Да пошли вы оба нахер. Прости меня. Не переживай. Все нормально. Твою мать. Твою мать. Гейб, подожди. Алекс, все в порядке. Мне пора заступать на смену. Великолепно. Я в порядке. Я в порядке. Я в порядке. Думаю, можно разобрать вещи. Я слышал там пару раз на телефон. Сообщения пришли. Разобрать вещи. Так, вот сумка. Но продолжим тогда. Ребята, прохождение мы уже в следующей серии. А если понравилось видео, поддержите лайком. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. С вами был Фибоначчи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok